то есть или ты травишься законно или живешь здоровой жизнью незаконно так вот такие такая система я понимаю она связана с утилизацией лишнего населения мира проверяли те продукты которые декларируют что они натуральны но в девяти случаев из десяти оказывает что не правильно вы без электричества прожили сколько три с половиной года да и как она то есть совсем без электричества до тяжело было но это лучше чем подохнуть как собака от какой-нибудь отравы для патриота главное это родина а для христианина главное это бог сегодня мы в гостях у германа стерлигова человек живущий яркой жизнью он был и одним из самых богатых лиц в россии разорился потерял все теперь он фермер фермер владелец данного хозяйства изумительного хозяйства посмотрим послушаем поговорим с ним на самые животрепещущие темы сегодняшнего дня герман львович здравствуйте здравствуйте и так вроде как про вас уже очень много написано сказано про ваши 90-е годы 2000 как кем вы были кем вы стали это интересно действительно то что вы хотели вы рассказали что вы наверно не хотели вы никому не расскажете уже это очевидно все я должен сразу сказать и сообщить об этом телезрителям и вы я думаю подтвердите что виновником нашей встречи является уважаемый человек дмитрий галочкин конечно который который облагодетельствовал меня двумя машинами дров и говорит герман надо дать интервью я говорю дмитрий во первых из уважениях те во вторых две машины дров и спасибо вам поэтому будем подавать и выпьем до дмитрия галочкина натурального вина с удовольствием не того по его которым поют в магазинах несчастных современников во всех странах мира а настоящее каберне чистое сухое вино где есть только один ингредиент виноград и ничего кроме наград и подождите минуточку для того чтобы букет был более незабываемым главный сыродел мехи приготовил для гостей целую головку и как она годовалого сыра к нам вот пролежал в темном сыром погребе и вызревал и вот сейчас мы посмотрим как он вы это кстати говоря всегда очень значимый ответственный момент потому что никто ни один сыродел не знает как созреть сыр потому что это живой процесс иногда получается хорошо иногда плохо иногда неожиданно иногда по-другому иногда как-то не знала как но всегда это самый ответственный самый такой трепетный момент разрезание головки сыра прось после годовой или даже более чем годовой выдержки да с удовольствием по выращивания посмотрим как он вырос обратите внимание написано стерлинг тавро лошадь не очень хорошо видно но сыр с тавро минуточку это еще не все сыр твердый поэтому режется трудно поэтому специальный двуручный нож и сегодня вы впервые в жизни я почти уверен в этом попробуйте натуральный твердый сыр его нет продажи нигде ну что смотрим да выглядит идеально надо поздравить михея с тем как он кто такой михея это мой сын главный зародел который делается на сыр и закладывает погреб он делает в медных чанах на живом огне на сычуге который желудочков и гнят они в каких там банках из европы а где учился из молока из молока сейчас скажу из молока который надоен вручную надоен то есть без крови и гноя как бы с аппаратами а это вручную надоена с не обколотых ничем коров и коз главный коз и вот этот козий сыр это козий это козий сыр мы сейчас попробуем с настоящим с натуральным вином ну есть можно прямо с плесенью да вот это хотел спать это плесень натуральные необычайно полезно сколько вредна искусственная плесень химическая настолько полезно плесень натуральная натуральный плесень от природной мощнейший антибиотик который убивает всю заразу и дает необычайно пикантный всегда разный для разных сыров ну что пробуем да конечно ну за дмитрий галочкина за виновника нашей сегодняшней встречи до а вкусно если это концентрация трав собранных в этом молоке то что ели козы на полях начиная от всяких лопухов и кончая другими лекарственными травами вот это все сосредоточено в сыре то есть это как будто супер травный сбор потому что молоко превращается в молоко из трав которые поедают козы ну и когда еще виноград настоящее неопрысканный никакой химии это именно с виноградником который не знал никогда никакой химии непрекрасный путем естественного брожения и вот этот букет настоящее сыро настоящее вино это то чего лишены даже самые богатые люди в мире нигде не купить ни за какие деньги ни в каких франциях и швейцарии потому что евросоюз нормативу всякой химии обязательно любое производство авто вы настроены на продолжаю без химии жить не может ну вкусно сушить реально вкусно давайте перейдем теперь да теперь только главное главное закончено главное закончилось главное закончилось действительно очень вкусно очень вкусно ярко выраженный запах вот такой у нас какой-то особенного и очень его почувствовать какой после вкусе какое самочувствие после этого потому что натуральный продукт чем отличается от химической отравы им как ты себя чувствуешь через после того как ты это съел через час через два через три когда постоянно их вообще начинаешь себя чувствовать это другая жизнь очень вкусно очень вкусно это главное отличие не вкусовое а вот то что будет после после будет обещать на удовольствие вы обещали рассказать где ваш сын мехи этому учился сыр мехи этому учился прямо здесь слободе в той сыродельник который строилась начиная буквально но с маленькой плиты сахапкой дров и сейчас огромные сыродельник которые вам покажу может быть вы ставите как иллюстрации в свой репортаж с медными громадными чанами заливаем туда молоком и все это уже в огромных печах специальными такими мешалками делаются большие не такие вот маленькие кого-то а большие круги сыра головки которому тоже вам покажем в нашем подземном темном сыром погребе ну как положено то есть как я понимаю уже швейцарские французские сыроделы уже там где-то вы уже на лицо ради французский сыродел они делают по технологиям евросоюз только трава это есть нельзя вот все что бутиках лежит это отрава на искусственном суфиге там тогда это нельзя кушать сапполотых коров это ну я когда говори употребляю слова быдло я никого не хочу обидеть никому это в этом есть смысловая нагрузка может обидеть общего но это слово обычно обижает поэтому стараюсь воздерживаться то не всегда получается ну как можно назвать вот иначе несчастных обездольных людей что их держит буквально за скотину за быдло и скармливают им всякую отраву в сетях ну как еще можно сказать для того чтобы встряхнуть людей чтобы они поняли что не надо там по отовариваться своих травят просто травят как крыс а куда им обратиться ваше хозяйство не обеспечат явно всех свои хозяйства создавать не надо никуда обращаться надо делать как я создавать свои хозяйства и самый верный способ методологически для тех людей которые не знают как это делать первое что надо сделать это приехать сюда к моим детям выросшим к сергию и посоветоваться с ним как действовать как инвестировать деньги как создавать свое хозяйство или как инвестировать в чужие хозяйства как получать оттуда прибыль или продукты то есть уже есть наработанные схемы и нечего изобретать велосипед надо приезжать к сергию моему сыну пантелеймону микею картению моим сыновьям и общаться на эту тему этому вы зрители может пока что это реклама их сыновей но и мне чего кого мне еще рекомендовать я рекомендую тех вот кто я знаю что они прекрасно разбираются в этих делах а вот приезжают и общаются мы тогда тогда очевидно очевидно следующий вопрос сельскохозяйство так выгодно ну конечно это жизни здоровья в жизни здоровья на это выгодно ли вот вы говорите людям инвестируйте но выгодно быть здоровым конечно выгодно выгодно чтобы дети были к этому еще добавляются и деньги просто в первую очередь здоровья если говорить о материальном не духовно материальном перво через здоровья потом деньги а если сначала деньги то потом не будет никакого здоровья если деньги на первом месте тогда жертву и здоровье своих своих детей а здесь первую очередь здоровья но плюс к этому предыдущим пунктам при ringing цеть и деньги потому что инвестируешь в те хозяйства которые производят натуральную продукцию а именно этот процесс умdert предводитель российского крестьянского собрания мой сын сергий с братьями и тогда получается еще и день когда веса прежде всего здоровья нормальная жизнь плюс еще и деньги идут и я могу сказать примерно 30 процентов годовых 30 процентов годовых это не наркотики и не торговлю органами но это извините за то благородное и прекрасно твердые 30 процентов но это гораздо будет иногда больше чем 30 процентов иногда меньше чем 30 процентов зависит от удой коз это зависит от года от сена коз какой так далее то есть это не банк это не то что где-то на калькуляторе кто-то там на компьютерах что-то там выбивает всякие схемы на бирже это живая настоящая жизнь а что банк то уже если в европе уже отрицательные ставки бывают банковские после этого 30 процентов ну что давайте тогда выпьем зато и закусим сыром натурального народа в люди вкладывали свои деньги не в банки в проклятые эти обманщиков а в натуральное хозяйство и чтобы всегда пили такое вино и заказывали танец и рам изумительный это результат правильных инвестиций до бесспорно ну вообще людям которые лишены натуральных продуктов мне кажется им даже интересно посмотреть как люди едят натуральные продукты потому что ведь это такая большая редкость и видеть что люди едят натуральные продукты на это можно и посмотреть минут 15 может быть вполне но я не отрицаю это действительно потому что выражение лица глаза это мы так как зеркало души и мне это нужно давить на что это не обманешь это очень круто вкусно да вкусно и и это пускаете в эфир вот это пускаете в эфир как люди едят настоящую пищу конечно потому что все начинается мы же испорчены у нас много начинается зависти ну пусть нам позавидуют зрители так и пусть они после этого изменит свою как это же такая пусть их жизнь станет лучше к тем самым конечно не но действительно так потому что одно дело у нас же при сейчас вот проблему такая серьезно нас телевизор ключ до то есть как бы у нас проблема у тех кого из телевизор у кого телевизора нет то у нее проблема смотрите дайте о чем предлагаю поговорить к вид та тема которая скажем так уже избита с одной стороны с другой стороны вроде как у нас сейчас отчитываются везде что мы его героически победили или победили ноги до конца не то это пола победили не то будет вторая волна не то не будет вторая волна скажите вот эта пандемия на вашем хозяйстве на вас как-то отобразилась нет только в лучшую сторону потому что мы никуда особо не ездили потому что есть был нельзя никуда не лазили по гостям не ходили порожняки не гоняли в москву не катались сэкономили огромные деньги занимались здесь своими делами хозяйственным крестьянскими к чему мы всегда и занимались на нас периодически отвлекали разные поездки от у нас ничего не отвлекало и столько сколько мы сделали на крестьянском хозяйстве завод этого так называют этому изоляцию три новая не за мы за год столько вы обязательно сделали сколько взять нескими как что плана много всего и Jeffrey не хорошо пошла где таких хозяйств но вот ограничение передвижения населения особенно самолетов конечно большая большой плюсы для природы для человека на 1 м enclosed Süвитальным provisions а сейчас смотрите слышь меня никакого звука не до сих пор не летают несколько месяцев над нами не летают эти поганые проклятые самолеты с баранами которые ездят туда-сюда убивать время в турцию обратно и у нас тут просто перед на нас перестал сыпаться керосин мегатонны отработанного керосинного топлива которую лет сверх токсичными отходами и это огромный плюс конечно я не могу это измерить как-то там вот визуально но это понятно мне головы хватает понять что если на перестали летать самолет нам стало жить лучше намного и всяким букашкам и таракашкам и птичкам и так далее ну и вообще и нам не мешают не шумят а когда и так во всем к вид это факт вымысел миф он нужен был людям я считаю что все что связано с к видам нужно для того чтобы оправдать будущее многомиллионные трупы в результате утилизации человечества большей части человек думаю что большая часть ну что было понятно все людям рот чтобы их травили их травить будет людишка уже на метро и сильно травит и когда они начнут убирать массово чтобы ни у кого не было вопрос еще не вдруг умирают ну извините пандемика вид вот для этого нужен это может быть побочные средства зарабатывания денег давайте производение денег тут ни при чем деньги эта хрень для тех кто обладает властью в мире деньги это не что они сколько хотят денег столько имитирует есть в россии который принадлежит английская королевская семья и поэтому там сколько у меня не хотят денег столько у них и есть их деньги интересуют только как инструмент не более того это нас любит пролетариат ну да деньги чтобы пожить как что их у них другие проблемы поэтому не меряйте по себе проблему мировой власти им надо выжить вот что им угрожает им урожает экологическая катастрофа который уже происходит это уже почти закончил а нам не угрожает мы их не интересует их интересует выживут ли они а для того чтобы выжить им нужно прекратить добычу подземных скопаемых потому что уйдет до конца вся пресная вода в бездну передохнут пчелы все ну что-то сдохнет короче леса все упадут потому что вода уходит ниже корневой системы деревьев все сохнет кругом ну и они понимают уже даже они они не очень умные люди потому что они сатанисты но и они понимают что они скоро погибнут в результате этого экологического коллапса ничего лучше они придумали именно потому что они слуги дьявола что надо убить все человечество и останется тогда английская королевская семья и несколько миллионов обслуги на британском острове может быть больше народа останется может они планируют большее количество можно предполагать только какой право процент населения мира они хотят оставить живых для того чтобы была снята эта проблема и вот для этого нужна утилизация утилизация не через ковид а через всякую отраву который уже давно идет утилизация ведь людей утилизируют через сети давным-давно уже продуктов через фармацевтию через медицину через наркоманию через аборты через трансплантологию и так далее ну тысячи методов бухло там всякое пьянство и так далее и но это медленно вода уходит быстрее пчелы дохнут быстрее чем идет вымирание человечества и поэтому власти мира понимают что если такие темпы сохраняться то сначала они все сдохнут а потом только будет эффект от утилизации и поэтому решили ускорить утилизацию вот и всего я думаю логика примерно такая ускорить и утилизацию дать более мощные дозы яда сейчас вы покупаете условно гречку в магазине ну да там она опрыскана ну к примеру фасфином можно и фасфином другим но чем и это вредно для здоровья ну понятно что не полезно и люди от этого болеют раком диабетом там и так далее а таких продуктов они покупают сотни всяких разных наименований и все обработано английская королева дает указание например алтайскому производителю гречки травить да именно так просто это происходит через не напрямую как бы естественно на через британскую академию наук она вырабатывает нормативы для академии наук как филиалов по всему миру на академии наук контролирует роспотребнадзор и все прочее каким образом это происходит но в общем по большому счету да английская королева дает алтайскому производителю водную чем он должен опрыскивать там свой какой-нибудь горох безусловно это все централизирует и все ученые из этой же логике служат им же да и вы тоже там она болеет им же да конечно потому что тот кто правит миром тому и служит весь мир и это неважно понимают люди это или нет когда индейцы не понимают кто на самом деле их там господин над их вождями это ничего не меняет абсолютно мне даже так удобнее править поэтому вы сейчас подлежите утилизации я так думаю что утилизирует уже утилизирует я думаю наверно уже во зрим будущем начнутся массовая массовой смерти таким миллионные это говорит вот там вторая или третья волна к вида вы должны понять это тоже очень важно методологическое понимание что в результате научного прогресса вы стали не нужны люди стали не нужны работой техник компьютеры оборудование роботы чем больше роботизации автоматизации тем меньше надобности люди а потребители это же люди конечно но они не нужны а покупать кто будет вот цепочку замыкать таким образом продолжает замыкаться тогда уничтожается природа и тогда погибают элиты вместе с люмпин пролетариями и боют или ты это понимают я уверен в этом и поэтому они люмпин пролетариев убирают и вот это вот глупости с потреблением все это закрыто обратите внимание как несколько месяцев назад когда началась эта бодяга с к видом всех перестал интересовать в мире потребления почему новый iphone уже интересно iphone интересно туризм закрываем там нет мне нужно все ничего не надо то насчет чего там били десятилетиями и воевали до последней капли крови с одного дня никому ничего не нужно ну сделайте выводы это значит в прошлом сейчас другое другая тема часть тема кто выживет и как будут жить новые вот это вот маленькое человечество остальных на помойку а государственные границы сохраняться и вот эти знаете тех кого хотят выкинуть на помойку они жалобно взывают обычно как раз вот этим а как же мы же потребителя как же потребление мы же нужны для потребления логично не нужны все вы больше не нужны понятно груди это называется постиндустриальный период вот индустриальный период это когда нужны были люди для гулагов для коллективизации для строительства норильских никелей дорог шахт автобанов европе к концу лагерей гитлера и так далее нужны были людишки чтобы все построить все построили теперь настройка компьютер и так далее автоматизация роботизация людям все меньше и меньше нужно а тут еще и наложилось и экологические вопросы потому что от этих любишь это не засирается вся планета потому что людишки не хотят жить без научного прогресса больше мы избалованы если они вот смотрите тоже очень важный момент здесь так не ответишь в двух словах комплексный вопрос большой такой всемирный если бы люди были готовы прожить без электричества конкретно электричество как основа научного покажешь тогда в вас не надо было утилизировать тогда бамба вырубили электричество выбора зашлись в разные стороны из городов и там к опалками копалками 7 начали вот такие же грядки делать как у меня и у всех были крестьянское хозяйство и сыр бы было такое вино и так далее и вы никому не мешали и никто вас не убивал и не утилизировал но как только англия вырубает электричество они пробовали сделать кидали пробные шары венесуэле аргентине помните вырубали на своей электричество всей стране и смотрят на реакцию людей что делают люди люди чинят электричество получается в момент когда англия вырубает электричество в одной из колоний или во всех колоний она теряет власть в этих колоний сразу же в этот же день потому что власть мирового правительства электрическая через связь через компьютеры через системы подавления через транспорт нету электричество ничего этого нету и власть мировая сразу бам пропадает и нету как будто нету власть а если власти нету что делают люди которых вырубили электричество они бегут чинить электричество генератор запускаю конечно и чинить то что поломали чтобы быстрее у них было опять централизованное электричество то есть вдумайтесь мировое правительство не имеет ресурса лишить вас электричество потому что вы научились как делать эту простую штучку но электричество уже сейчас это не самая большая не самая сложная вещь конечно и поэтому ее любые индейцы починят и поэтому вас можно только убить вы сами себя своей любовью к научному прогрессу к электричеству что вы без него жить не можете приговорили себя к тому что вас теперь только убить можно поэтому вас всех сейчас убивают вот это важно понимать это геополитика это реальная не придуманы телевизионная а реальная геополитика вы сколько насколько известно это действительно уже из других интервью я почерпнул вы без электричества прожили сколько три года и как она совсем без электричества но тяжело было но это лучше чем подохнуть как собака так какой-нибудь отравы а у вас именно этот выбор такой выбор то знаете да либо его поэтому там комфортного мне комфортно удобно и удобно это как критерий уже не работает геополитика вот это некая вот такая вот от государственной структуры которая всеми управляет и государственной границы как это относится это не некая структура это вполне конкретные люди которых кого-то вы знаете кого-то не знаете это не система управления представляет все а кто уже упоминаемое мною британской академии наук называется английское королевское общество это сис секрет интеллигент сервис правительство великобритании который правит всем миром и это конечно английская королевская семья это вот те кто правит мир то есть и все ими их сателлиты даже мировцы даже те кто считает что это дает не ваш ключ и что вторая английская империя была закончена и строить построение учебником английских школ в 1945 году победы над фашистской а союз 45 тоже был колонии конечно союз александр первого колоний сам первого же был вассалом великобритании он давал вассальную клятву при вступлении в орден подвязки есть такой орден подвязки куда входит 24 члена если не ошибаюсь и там каждый дает вассальную клятву главе ордена подвязки английскому королю или короля по должности хорошо 17 год наступил вроде а в семнадцатом году лет вы аннулированы а в семнадцатом году ничего не аннулировано в семнадцатом году гауштейнга торпы так называемые романовым передали россию в индустриальную концессию евреем а сам николай вторую ехал в лондон и там правил до 36 года по вашему лету умер от автаназии в 36 году и он и оставался хозяином россии и дети его потом правили россии до сих пор дети правят россии просто есть внешне управляющие которые назначаются это называется выборы там президент или генсеков или назначение как же путин наши все и путин тоже назначен в лондоне и ничего не может сказать против ну я не знаю там какой степени он может сказать против он видимо пытался что-то наговорить против или делать против насколько чего получится условно я понимаю собирайте образ условно у путь команды я могу только на скамейке болельщиков на скамейке болельщиков болеть за них так там ура 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 россия 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 ну так мы не болею 2 не патриот нет я не патриот я христианин если человек патриот не может быть христианин потому что патриотизм отличие от отрицает христианство как и все из мы впрочем коммунизм и либерализм там и так далее потому что для патриота главное-то родина то а для христианина главное это бог и вот это диаметрально противоположное одно сатанизм патриотизм а другое уважение богу это христиан что сделать вот уж они даже бог ради родины а здесь родина ради бога почувствуете раз что-ка что каждый вот христианин должен сделать когда его интересу если то что на что он верит противоречат интересам государства наплевать на государство и действует в соответствии заповеди божьей то есть это там категорично однозначно надо сохранить добрые отношения со всевышним они с чиновниками а государство чиновники это и народ чиновник это же все-таки ширина территория более того творения это творец иисус христос который створил небо и землю вся я живу не а это его творение ну что важнее горшечник или горшок ну вроде как очевидно поэтому как бы здесь очевидно нужно действовать по воле божьей не пасует на и воле властей или народа если она противоречит воле божьей что это коварно соблазительно поставили ввести вино обалденное на обалденно прям вот запах такой яркого причем это натуральное вино вот сыр у нас стоит реально дорого у нас 15 тысяч рублей килограмм а вино очень дешевая ну сравнительно дешевая у нас бутылка стоит 1800 рублей но это не дар это дешевле чем магазинах отрава конечно а белый вино есть есть белая у нас 12 и звен натурально и правду запах прям изумительное у нас погреб винный неплохой просто запах прямо сижу вот даже и запах я чувствую аромат он распространяется даже на улице даже на улице и прям вот чувствуется поэтому и поступщики проверен комитет продовольственной безопасности что никакой химии не комитет продовольственной безопасности структуру который создал предводитель российского христианского собрания сергий вот которым я предлагаю всем прижать советоваться как создавать за новое хозяйство куда вкладывать деньги по этому поводу и он создал шесть лет назад комитет продовольственной безопасности возглавил тоже мой сын арсений чтобы не было исключены вообще всякие виды коррупции и они проверяют ездят по всей стране и по всему миру вот до к вида ездили проверяли те продукты которые декларируют что они натуральны но в девяти случаев из десяти оказывает что они направлены ну в одном из десяти случаев оказывается натуральный вот это мы как раз и кушаем то что у нас самих нет допустим какао-бобов из эквадора ну попали привозим из эквадора контрабанды потому что натуральные бабы невозможно привести законно они обрабатываются фосфином который я упомянул а без них провести распотребназор без них только незаконно то есть или ты травишься законно или живешь здоровой жизнью незаконно так вот такие такая система я понимаю она связана с утилизацией лишнего населения мира это не с россией связаны со всем миром это делает лондон кстати а вот сейчас говоря это же важный момент я бы задумался на как раз противоречить патриотизму патриотизм это освобождение от власти иностранного иго там и так далее так далее это суверенитет страны это тому же самому учили того же сама требовала партия фарисеев в древнем израиле не было партии патриотов таким национал патриот это фарисеи обычно христи в другом смысле люди почему-то сам тип лицемеры так далее но они лицемеры были оттенна просто уже перешел это партия патриотов древнего израиля и когда господь иисус христос учил в израиле и три с половиной года проповедовал это входило противоречие патриотизм фарисеев не говорила об освобождении от власти рима он говорил о царстве небесного не говорил о том что израилю надо воцариться надо всем миром и получать дань ему это было безразлично он говорил спасайте души свои и фарисеев этого мало потому что они говорили что главное у придет миссии а вот он пришел и этот миссия освободит израиля от власти рима а тут пришел миссии и про рим вообще это за даже он кинсон принесите мне чего там изображение кесаря дайте кесареву кесарева божий бог и его распяли потому что он стал опасен в том числе поэтому поэтому патриотизм и вера христианская это взаимоисключающие вещи и нами проект пример лон лондон я бы готов был преклонить свою в ее шею под его лондона вопросов нет если они не убивают моих детей если они расстреляют моих дочерей там и так далее нету когда от них вреда только дань платила только сыра да и вина им налей и причем отдай весь сыр отдай все вину до забирайте не дадим сыр вкусный барахло не жалко если власть не претендует на душу твою и твоей семьи и твоих ближних на христиан тогда власть вполне себе приемлема какую бы дани она не брала как бы она не воровала нету проблемы вот почему я не антагонистически отношусь к современной нашей власти в россии потому что они не трогают нашу душу говорят они там воруют да пусть воруют чем больше они своруют и меньше построить заводов самолетов и так далее там пароходов и меньше будет загаржена окружающей средой нам будет жить легче поэтому вообще им за это воровство нужно памятники ставить хотя нет памятники не наставить это идолы это образно я прям от образования и но нам и должны быть благодарны им чем больше они разворуют тех средств которые отведены на загарживание окружающей среды тем лучше они не дают нам воспитывать детей все и все эти год давали как мы хотим то у них а не хочешь отдавать детей в школу да не отдавай там не хочешь давать им всякое там дурное образование не давай никому дело до этого по сути на дать свободу да это есть свобода это есть настоящая свобода они забирают у нас деньги там они не дают нам где-то заработать они там лопают в одну харю да ладно хрен с ними пускай лопают это не самое главное не умрем он можно заработать и в любых условиях но они нас не трогают они по-пацански так вот по питерскому знаете в общем ведут себя нормально то есть нету беспредела и живи живешь себе и живи давай другим жить а лондон не дает нам жить вот в этом проблема лондон не дает нам жить а вот сейчас которые события давая мы все знаем что вы и смотрим телевизор но тем не менее вы на новостях мире тут так иначе наслышно по камере такие там друзей знакомых вот сейчас пошли буквально последние месяц началось сша вот эти волнения цветных в лондоне это хотят там снести памятник черчилля там так далее его там разукрашивают там то есть это что английское правительство ошиблась сделала ставки на тех либо дает людям возможность исходя из этой же логики просто выпустить пар и я думаю скорее вот это отвлечение внимания серьезных проблем как там это это очень увлекательно потому что не поцеловал и уже как героя воспринимают того кто стал и не стал целовать ботинки тех кто вне системы сложно утилизировать их можно убить но это да но это это сложно зарода персона персонифицировано очень сложно да а те кто в системе то ли они легко утилизируем уже каналы утилизации давно налажены через вот эти все привычные вещи от продуктов до лекарств тоже мир не спастись получается тем кто останется системе и спастись не спастись и вот это вот попытки защитить как вы говорите там людей но как вы защитите вы их никак не защитить невозможно защитить человек который не хочет чтобы защитили ему говорят ниже и сетей уже 20 лет вот я говорю ничего у меня родня как жрала и сети так и живет ночью и поменялось что их травили медленно сейчас потравят побыстрее но вся разница скажет пожалуйста герман львович мир рпц нужно одна из или меня одну из элементов сатанинского шоу-бизнеса поддел подмена церкви оделся как псс по работе верующим до этого отдела министерства и российских властей безбожных мудро революционно с 1597 года рпц в ересе до 1597 года была настоящая христианская церковь после этого подделка называется упадением ересь произошло то есть вся церковь рпц всего одни этики до одни речки может просить а может найти там батюшку где-нибудь там в деревне которые искренне верю все кто из какой чаши причащаются те к тому имеют отношения если из еретической чаще по чаши причащаешься то причащаешься скверны они тела на крови христа если богословский отвечать вот подробно об этом есть у меня на сайте вот в этом разделе исповедание вера мы обязательно дадим ссылку и 3 пункт ответа я убежден в том что есть настоящие епископы и настоящее священство и мы молим каждый день бога чтобы он дарвал нам знакомство с ними чтобы могли покреститься чтобы нас причастили и чтобы мы шли по пути спасения так как положено но я с ними не знаком что неудивительно где мне было с ними познакомиться есть так перечислять где я бывал своей жизни там в детском саду не как-то ну да негде без армии она вообще там после армии начала 90-х в 90 вообще было время как вода епископа да потом в секте был тоталитарный рпц м.п. тоже никак не мог встретиться с епископом ну и получается что мне негде было с ним встретиться а сейчас вы же сколько я недавно вышел веришь вот теперь молю господа встречи с ним с епископом мы надеюсь на то что господь услышит и не то что услышал все слышно но дарует такую встречу но пока не встретил что не и знаете думать о том что если с кем-то не встретил что того на белом свете нет это даже не идея тогда я хуже да это да это слово дети надо еще заслужить что хотел сказать как водить прекрасно славу вы действительно счастливый человек то что мог то можно позволить себе жить так вот на природе да это действительно вот и так может позволить верить карте я когда переезжал на самую природу я был абсолютно нищим либо полностью разорен у меня не было ни копейки сбережений был долгов как шелков и все слава богу хорошо а кто-то может сказать жирова до тела сюда вот кто-то может сказать ну как это наверное у него где-то там под матрасом что-то осталось ведь может что угодно ничего не было люди завистливы и я знаю кучу семей вы тоже можете с ними познакомиться на нашу ярмарку ближайшему 19 сентября съезжает со всей страны российско-христианское собрание организовывают сергей за братьями съезжают со всей страны тысячи людей сотни участников ярмарки тысячи гостей и там вы можете увидеть огромное количество семей которые уж точно никак не заподозришь что у них где-то там за границей считает вот кубышки зарыто и они прекрасно живут на своих маленьких хозяйствах своими детишками и счастливы вот так же как у меня только круче наверно а почему не корее называть сыровар умер то шанс спастись есть спасение дела персонально миром в ад или в рай не берут то есть группы не возьмут группы никак суд персонален поэтому каждого человека есть возможность спасения потому что за нас распялся христос воскрес и открыл нам верю рая и каждый человек может туда зайти двери открыт кто не хочет тот идет вот а кто хочет для того открытой двери рая для человека любого вероисповедания он может проклясть свои ереси и стать христианином другого пути а 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 Продолжение следует...